Да, вот это у него, конечно, такое. Был такой русский антихрист, Иванов, это обливание холодной водой. Но у него есть хорошие слова, он главное, это болезнь не впущать в тело, не впущать. Ну вот он не впускал жене, и она, конечно, до Одессы довез ее. Больше земных поклонов, потихоньку начинай, трудись, шевелись, и еду уменьшай, и просто рассосется. Ко мне одна приходит, она учительница. На занятия приходит, в университет. У нее рак. Она неделю, кажется, не ела, неделю или больше. И молилась, сходила на занятия, полностью рак, полностью ушел, нету. И она перестала ходить. Выздоровела, зачем ходить-то? Есть такое житие Пимена многоболящего, он лежит, буквально гниет. А рядом другой брат, и этот ему говорит, да, вот был бы, и монахи ушли, опять куда-то не гнили. Никто не пришел, даже из-под нас не убрали-то. Вот я бы, если здоровый был, я бы за тобой так ухаживал. А Пимен говорит, ты здоров, вставай. Тот встал, и стал за ним ухаживать, а потом охладел, 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 и своими делами, как монахи занялся. И опять заболел, ой-ой-ой, и опять лег. Так он говорит, ну, теперь лежи, растырь. Светлана Копылова, слышали такую? Она поет, два больных-то лежали как. Хорошо? Он так на краску дверную смотрел. А тот ему рассказывал, а сам буду скрипой, и рассказывал о чудных каких вещах. А тот позавидовал. Завидовал, и зависть сжирала его, ежедневно сжигала. И он даже кнопку мог дотянуть, а вызвать сестру милосердия не вызвал. Ну, он занял его место. А как же стена здесь? Да он же с детства ничего слепой не видел. Ты должен, ты обязан себе показать образ Христов. Этот храм твой, ты еще за него отвечать будешь. Почему ты так поставил, что он разрушается у тебя? Не поддавайся. Я лежал на операции, у меня операции разные были. Очень тяжелая операция, но на позвоночнике там, я на стройке работал где-то. И быстрее меня никто не выздоровлил. Вот сестра пришла, а палата какая, она говорит, Вот единственный человек, у кого быстро на поправку, и только у него выси... Они же выпивают, когда никого нет, а я встану, пойду в тренажерный зал, помаленьку ногами шевелю, уже на третий день после операции начал шевелиться. Прошла неполная неделя, меня отпустили. Я пришел домой, чурочка у меня, вот эти рейки дрова привезли. Я сидел на чурочке, так живот придавил, коленка-то, и всю машину перерубил. А Шохин делал операцию? Ты на Бога надейся и ищи способы послужить Ему в здоровом теле, чтобы у тебя сила была. Ну, не такой уж здоровый, а все-таки. Ну, давайте пойдем, что ли. Тома, ты пойдешь, нет? Так, что там сатом палом-то? Ну, пошли. Уже давайте. Ну, давайте. Нам нужно.